Добрый день, дорогие друзья! Я рад вам представить мое детище. Когда мы ездили в тур по Европе, то я практически в каждом городе снимал по даже маленьким кусочкам, но все же видеоролики. И теперь я хочу это все смонтировать и сделать настоящий фильм о нашей поездке, потому что он действительно повлиял на нас очень сильно. И хочу вас предупредить, что в этом фильме возможны различные фонетические ошибки, грамматические. Мы будем говорить на английском и на немецком языке с пафосом. Ну, это вы сами понимаете. А без этих самых ошибок и без шуток и, в принципе, без вот всех этих добавок, это был бы не тот фильм, который мы хотели вам показать. Я надеюсь, что он вам понравится и заценивайте. Поехали! И вот мы приехали в проект «Филы». Боже, с нами было шикарно. Боже, там 4 звезды, но он выглядит на все 5. И там весь комфорт, весь уют. И все для тебя, и все за тобой ходят, и все тебе. Ну, единственное, что порошочки не дали, что книжки застеляли, потому что ролл там немножечко их запачкал. А так ничего. Мы с Алексеем бегали к Даше, Кате, и потом он общалит пока. И вот так вот получил. Весело. Мы даже с Лешкой нашли общую язык в администрации. Нас там запомнили, надеюсь, надолго, потому что мы очень-очень-очень клянчили розец. Такая вышла ситуация, что мы пришли, уже сутки практически, дороги. И никто не заряжал мобильные телефоны, фотоаппараты и вот прочие электронные такие вот вещи. И когда предстоял момент, собственно, зарядить, мы столкнулись с проблемой. В польских розетках был маленький такой металлический штык, который мешал нашим обычным вилкам ходить в розетки. Ну, и нам нужен был адаптер. Это было ясно. И мы с Ниной решили пойти на ресепшн и все выяснить. Спускаемся мы, значит, к лифте. Я задаю вопрос, говорю, слушай, Нина, ты знаешь, как розетки по-английски? Говорит, нет, не знаю. А ты знаешь, как адаптер по-английски? Нет, не знаю. И два знатока английского языка пошли спрашивать розетки. И когда мы начали говорить, что we have problems with розетки, нас смотрели как на болванов, честное слово. Но в конце концов вот такими вот движениями мы указали, что нам нужно. Он понимающий кивал и продолжал нас смотреть. Ну, вот после такого пятиминутного представления отправил потом мальчика, который принес нам эти самые адаптеры. И мы теперь на всю жизнь запомнили по-английски и розетка, и адаптер. День 1. Мы начинаем нашу трюп, и это моя группа. 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 Привет. Здравствуйте. Кто на каком? Я робот. Мы паузы. Мы паузы. Окей. Давайте идти здесь, 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 здесь. Давайте кто какую. Я знаю, дольчен солдат. Лауренсия, Лиго, Лауренсия, Майя. Сейчас я скажу. Ты опять видео снимаешь? Нет? Ты счастлива? Очень-очень-очень счастлива, да. И ты? Мы счастливые люди в этом мире. Именно люди. Жешу в центр. День первый. Субтитры сделал DimaTorzok Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Затем у нас была игра. В автобусе уже мы играли в ассоциацию. То есть угадывали каждому человеку разные слова. Он должен был всегда угадать. У нас очень интересный момент был. Это когда Леша был чайкой. Очень было интересно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У нас была еще одна игра. Это уже шли в Польше. Мы шли и слова играли. То есть человек говорит слово. Но в последнее время, которое заканчивается, он должен выходить в следующий сценарий. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как? Ангора. Ангора? Ангола. А, значит ангорки делают чайку. Да, ангола. Ну. А кто следующий? Я? Сейчас. А, Леша, раз, два, три. Азамат. Азамат? Да. Темень. Темень. Изина. Кто? Изина. Я такого не знаю. Я просто смотрю и что вижу. Важность. Творог. Горов. Хэ. Хрен. Наглость. Форс. Форс-мажор. Телефон. А, ту. Четыре. Пять. Да ну блин, вы ж... Я думал на F. Н. Ну ладно. Хорошо, ладно. Горь. Прекрасное завершение первого дня. Вы посмотрите вот просто вот на это вот. Вот на это. Потом пойдем копить. И это все очень даже недорого. Скажу вам. Да. Как вам порция? Ошибись. Очень хорошо сказано. Ну, собственно, будем пробовать. Будем. Субтитры сделал DimaTorzok Что-нибудь? Алексей. На видео снимаем? Да. Это просто шикарно. Первый день. Это ужасно шикарно. Я жму не в себя. Мне тебе нравится. Я тоже. Джульетта. Я в восторге. Я вообще переживаю о том, что будет завтра. Я все равно жму. Это очень вкусно. Я не знаю, сколько остановок у нас будет на пути. По-моему, много. Молодой человек? Ой, sorry. Мы обожрались просто. Идем обратно. Вот. Четыре барышни и, собственно, я. Сейчас только проехала полиция, мы скрываемся. Идем обратно. Эй! 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 Погоди мне! Что вы, собственно, можете сказать сейчас после того, как вы осилили... Мы сказали, что Джульетта, Леша и я съели по полкилограмма непонятной вкусной еды от жадности. Леша не доел, Леша не доел, слава, любят нас. Фонтаны, помню, Жешу это было, мы немножко забылились, решили найти дорогу покороче, почти неправильным путем. Мы наткнулись на фонтаны, которые были два метра культуры, все тлещутся, двора кричит, взрослые даже кричали. Все с ума сходят, мы же лет не выдержали, наши остались там неправильно, но потихонечку подошли поближе и тоже начали сходить с ума. Вот это вот ништяк! Леша снимаешь? Боже, какая красотень, как мы сюда попали, круто, а? Это же надо, а? А говорили старым путем старым. Вот видите, девочки, все же мимо, все пошли бы. Это круто! Во, просто, ребята, нет слов, это круто! Я думал, что это можно снимать только полторы минуты, но я оказался неправ. Потому что мы стоим уже здесь почти 3-4 минуты и пейзаж все меняется. Как видите, просто потрясающая атмосфера царит. Я думаю, это не как-то летом. Ты посмотри! Это просто... Камера вообще не может передать того, что я вижу сейчас. Это... это что-то. Ребята, это просто... Я начинаю снимать третий раз, потому что здесь это все не прекращается. Это чудо уже более 5 минут продолжается, и оно все разное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А нам очень даже, да, было вообще отлично Добрая Сейчас мы находимся в городе Кошица, Словакия Просто посмотрите, что здесь есть Есть И вы будете гулять по дороге Кошица Я это название запомнил Оно у меня отложилось в памяти И значит я просто сонный Часов девять меня вот так Будет быстрей, быстрей Надо из автобуса выбегать Я на панике Выбегаю из автобуса Взял, что успел И значит выходим И я начинаю снимать видео Говорю Мы сейчас в городе Кошица А потом, когда я дохожу до досок С всякими сувенирчиками Я смотрю, что-то там не то И там написано Бордио И тут до меня доходит Что значит я Оказывается не в том городе Про который я думал Кошица мы поехали позже Но тем не менее Вот такой вот маленький курьезик Там рядом был костел В который собственно мы и направлялись Там была экскурсия И мы тогда пришли Там написано, что Два евро по студенческому И три евро обычных взрослых билетов Ну конечно же Когда я вылетел сонный из автобуса Никакой студенческий я не взял Поэтому все мои однокурсницы Прошли по студентам А я как взрослый дужик Пошел за 150 рублей Грубо говоря Но я как бы не пожалел нисколько Что переплатил 50 рублей Потому что действительно Экскурсия была стоящая И там в принципе Как сам устроен костел Очень интересно все смотреть Затем мы поднялись на крышу Где просто открывался Огромный просто прекраснейший вид На Бордио И мы смотрели на площадь Здесь были буквально минуту назад Там все так было красиво В таком миниатюрном варианте Были красивые дома Зелени очень много Солнечная погода Ну что еще можно, конечно, желать Это тоже было безумно весело Гуляли мы, значит, в Словакии И, ну так как мы переезжали около суток в автобусе В общем, все ездили, естественно, бутербродиками Бутербродиками, желудки и стали Нужен был кефир Единственный магазин, который нам удалось достать кефир Это был вообще неприметный в здании И вообще с какого-то угла В общем, едем и нашли в магазин Значит, зашли И шесть или семь человек у нас было Крутились возле этой стойки С чесмолочными продуктами Минут десять И никто, когда настолько все не точно написано Что никто даже не догадался Что кефир стоит перед нами В расстроенных чувствах Что мы не нашли кефира Решили развернуться Пойти, искать дальше Но нам там была одна очень хорошая женщина Которая оказалась Ну, говорим по-русски И она просто указала нам на кефир Который стоял перед нами Все десять минут Балабок Потом мы, значит, открыли нагло И пошли по главной улице Словакии Распивали этот кефирчик Вот каждый просто с бутылочкой с этой Нет, это была какая-то баночка Вот И... И... Сяди на лавочку, значит Решили сфотографироваться Наконец-то достали кефир Поворачиваем голову И что мы видим? Бежит коробка по улице У которой длинная гитва Метра без области Коробка с ногами Бежит по улице Лёшка наша Пыхатывался просто Прямое... Прямое включение Из кошицы Центр Вы просто вот посмотрите вот на это Музыка Музыка Попить чай Значит, он нас очень хорошо встретил во второй раз И... Мы там сидели у чайпи И даже с ним болтали Он, оказывается, знает несколько языков Они с ним очень хорошо подружились Мы решили вернуться в каташку Музыка Вот В которой мы были днём Ели в Питере Ну, решили, значит Попить чайку Как-то согреться Немножко высохнуть Разговорились Оказалось, что Токмар Владеет всеми языками Кроме русского Как хочешь, так и понимай Даже немножко пыталась нас научить Вот Музыка Что-то есть Интересно Что я делала? Раним Ларк или делаешь? Что вы делаете? Что вы делаете? Ваня, саня, вас, комп Куда забираешь? Куда забираешь? Ночь Прямой эфир программы «Сток Одного» Аутобус? Да! Как сказать? Через 3-й витый класс Я мам бело место! Вернем на автобус На автобус На автобус Знамы Загрым Вернем на лифт Вернем на лифт Вернем на лифт Вернем на лифт Что делать? Какая г norzy Вернем на лифте В signed譲мы Вернг Вернем на лифте 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 А почему не Цуга? Какой человек не справляется В Хорватии классно, берите зонтики, берите зонтики, потому что мы подпали под жуткий дождь, мы гуляли по загородному всего два часа, я очень жалею, что я не попала в Museum of Broken Relationships, который некрасиво называется по-русски «Без меня в разводу», вот, я жалею, что мы очень мало посмотрели, потому что было не так холодно, и как следствие нам пришлось сушить потом тапки, нагазывать льти, согреваться подручными средствами, включая вино, которое само-то. Мы решили напоследок рожать полоску и сиренца. Выходим у нас в супермаркет, стоим возле этой вывесочки, полочки, там очень-очень много особого вина. Мы хотели полусладкое, дали какую-то самую симпатичную бутылочку. Подходим кассе и говорим, ну, пытаемся там спросить. Полусладкое? Значит, кассиша явно отбирает у нас бутылку, подносит нам местный номер «Сунь» и «Срубочка» и говорит «Само-то». Ну, как само-то, чё ж нельзя, чё ж вообще. День третий, Загреб, дождь, но всё равно очень красиво. Господи, трамвай собьёт, потом гостей не соберёт. Никто ничего не собьёт, тут, по-моему, красный свет вообще никому не нужен, одни русские стоят по правилам. Это да, да, но это страшно. Я же говорю, с каким-то акцентом, каким-то… Идём вот этот вот собор. «Меинвайл» в Крейша. «Итс рейнинмен»! «Зато мы видим горы. Хоть маленькие, но горы Но дождь, конечно, это приятная неожиданность Продолжаем путешествовать под зонтами Вот так путешествуют русские туриты За граниницей Я вас приветствую, мы едем из Загреба в Паречу Послушайте, ребят, подождите Давай, говори Можно мне, пожалуйста? Можно Спасибо Дело в том, что вот этот молодой человек Это есть тот самый голос за кадром Которого вы не можете наблюдать на большинстве съемок Вот Я хочу, чтобы вы были со зрелем и знали Что это Алексей Зенков Наши солнышко Очень страшно Ну вот Посмотрите Обычный хлопоть Хлопоть В общем, что я хочу рассказать Мы сейчас едем в автобусе В Хорватии И вы просто обязаны посмотреть то, что там творится В прошлом Ну, у нас есть Вот Там кипит жизнь Девчонки уморились Да, все постоянно что-то едят Я вот яблочко еху Здрасте Ну-ка, ну-ка, книжку 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 Какая книжка? Эрик Мария Ремарк Триумфальная арка Вот это Здорово А я перемещаюсь Здрасте Как у вас дела? Вообще, замечательно Погода супер А что ты говоришь таким голосом? Красивый такой Поездка просто в ма Высыпаемся Ой, все очень круто Да Ну, понят Идите всегда на автобусах Ночуйте всегда в автобусах И гуляйте всегда под дождем Хорошо Ну, вот хорошая погода Она имела в виду Вот это вот Нот ауштик Это мы будем Мы запомним В общем, Хорватию Нас особо не встречает Конечно, радужной погоде Но все равно Очень красиво Природа Поля Как олени? Видели оленя? Буйволок Которые косуля И буйволок видели, да Вот Челочкой Буйволы с челочкой Словакские Перед тем, как разместиться в гостинице Русские развлекаются Даша, иди сюда Даша Иди сюда Скажите на камеру пару слов Мы дрыхли всю дорогу Да? Да, в положении Давайте, идите снимайте меня Я сейчас буду на козлике качаться Леша Давайте Все, все работает Все на руках Заняли твоего козлика? Все, все в порядке Вообще, это рыбка Мне кажется Это кошка Короче Я не знаю Это костык Я не знаю Я Не плавные А у вас на детских кошек Это полночка? Могу сказать, что нам было дико холодно Дико страшно Потому что там какая-то была жуткая крыша Похожая на сарай И мы решили, что нам надо ночевать всем вместе Мы пригласили Лешку Пригласили шпиету с Ниной И все спали дружненько в одном номере Нам было классно А сейчас мы перемещаемся с вами в гетто В Хорватии Город Порич И сейчас вот эти вот условия вас просто поразят Шах Ну, в принципе, все так, как и должно быть Электроплита Холодильник Текущий кран Уже опробовали Так Стол Стол Два дивана Так Там комната девочек Снимать не будем Так Это если вдруг у кого-то что-то случится внезапно Так Там ванная Ну, собственно Вот Моя комната У девчонок она дублируется абсолютно Такие же шкафы Такие же потолки И окно Тут были открыты все окна Поэтому тут очень холодно Пытаемся согреться И ждем Дальнейшего развития событий Ночной город Порич Хорватия Мы сейчас гуляем По вот этим вот милым улочкам Девушки накупили в себе Всяких вещей интересных Много Я ограничился магнитиком Хо-хо На самом деле Вся восточная Европа Понимает примерно больше даже по-русски, нежели чем по-английски Поэтому Говорим по-русски И не паримся Вот Красивый городочек Не понимаю, чёрт по-русски, что ли? Скажите, у вас магазины, шоп? Магазины, шоп? Магазины, шоп? Магазины, шоп? Работают ещё? Продукты 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 Не понимаю Слушай, а сори Ха-ха-ха Забудьте русский, забудьте английский Мы в кровати Забудьте всё, что вы учили в школе Спасибо Репортаж из автобуса белорусского Примерно вот так вот происходит наведение красоты Вот оно, видите? Вот эта щёточка Это, короче, половина лица Девушек, которых мы видим Ну а что, не так? Вы краситесь всю дорогу, по-моему Я уже всё сожрал Всё, что есть в пакете Вы всё краситесь Вот оно Да, Алёш, голубой нож Пластиковые голубые ножи Или не пластиковые? Не, не пластиковые Ничего себе Так, остался последний штрих Да Спасибо Спасибо Ну, рассказывай Я уже накрашена Пила чайку Между прочим, с хорватскими вафельками Очень вкусные Намного вкуснее, чем наши Это вообще просто Сейчас, начнете Наполитанке Вроде щип Шикарный, да? Просто Luxurious Нет Delicious Delicious Tasty Хорошо Вот А теперь просто вот, смотрите Мы сейчас едем Наслаждаемся видом из окна Всё здесь Настолько красиво Ребят, тут есть декатлон Вот сейчас мы чувствуем, что мы за границей Тут есть декатлон Ну, а сам ты, ты чем занимаешься? Ммм Отлично Жру не в себя просто И не толстею Мне так это нравится Всё время этим занимаюсь Но здесь ещё веселее Брёт он всё, ребята, вы верите? Если раз в день Скажите, что я толстею? Нет Если ты раз в день чай попьёшь Слава Богу в автобусе Угу Ну, здесь есть ППшки Которые мы ждём Что у нас будет кипяток в Италии В Италии будем есть Макароны Но не итальянские, а русские Ролл И за 7 рублей Я вас приветствую День четвёртый Мы сейчас галопом по Европам Случайно заехали в Словению Чисто заблудились, наверное Вот Это, значит, море Это вот Девчонки Которые пытаются Быстро сфотографироваться За буквально Несколько секунд У нас осталось тут Буквально 10 минут до отправления Что вы думаете по этому поводу? Как вам Словения? Мне очень нравится Чистая вода, вы посмотрите Всё видно Всё, до следующего репортажа Там море Красивое Большое Такая красота Так как я в своей В своей жизни Первый раз Увидел море Для меня это было Почти открытием И я просто там стою И не знаю То ли смеяться То ли плакать Потому что настолько Всё красиво Такие камни Большущие Большущие стоят Море Как будто Бесконечно Просто вот И смотришь На столько чисто Так прозрачно Трист встречает нас Вертолетами Встречает нас Колесом обозрения И огромным пароходом И панорамой Просто прекрасной Держимся Группы А то в Италии Преступность бушует Да-да-да Такие дела Италия Италия Триест Смотрите Смотрите Вот это Панорамщица Тут позирует Малышева Здрасте Катя Нина Привет Джуля Что-то там бьют В колокол Какой классный город Вот серьёзно Лёш Спускайся Спускайся Отхожу А посмотрите Здесь какая красота Это одно из главных мест города Триест Памятник Море Шик Просто шик Бонжорно Мы в Италии Город Триест Сейчас я вон иду Чтобы не потерять наших драгоценных девчонок Оп Оп Извините 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 Какая прелесть Цены тут дикие Может быть просто потому что мы ходим по бутикам Господи, купальник 141 евро Это же вообще Что ещё потеряем, что опоздают Девушки, скажите пару слов, да? Это потрясающе Это просто Мы сейчас всё в Патрие Лёш, одни эмоции Куда идти? Куда идти? Мы идём по приезду Мы отстали от группы Ну что, у нас есть карта И мы сами 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 Не прошло и одного часа, как мы в Италии Мы уже опять относились на русских На русского Мужчину На русского мужчину Да Что будет дальше? Будем смотреть Сейчас Веду прямой репортаж из Риеста Да Или Триеста Суть в общем в чём Мы сели просто пообедать 3 часа дня Вы посмотрите просто на разочарованные лица На радостные лица Мы 8 евро 8 евро за макарошки Просто покушать тарелочку макарон стоит 8 евро Чтобы вы знали Это 400 рублей Мы здесь страдаем Мы голодные Холодные В общем Джульетта Вырази своё мнение по вот этому вот Без комментариев Без комментариев Я понял, да? Что по-английски Базов нету Красивый просто вид Один официант умеет говорить по-английски И дикие-дикие цены, конечно Сейчас он нам принесёт Сейчас он ещё чаевые туда включит Всем здравствуйте! Прямой репортаж из Приезда Приезда Хочу показать вам, насколько культурные у нас россияне Воронисты Чай из футболы Потому что здесь чай 2,50 Кофе 3,20 евро Термос на столе Уже не стесняемся Так В общем, все объели Все довольные Немножко замёрзли Девульки Доели Почти доели Почти доели Люди все ходят На нас смотрят Боже Кофе 4,2,3,2,3,2,2,2,3,0 Король Шульденков Пожалел 2,50 Ему я все не говорила Пожалел 2,50, и теперь этот чай под столом пьет. Стопэ. Пожалел 2,50, я всем вам сэкономил 2,50. Вы те, пьете чай или воду, или те, что? Благодарный будьте, воярик. Норм. Он еще возьмет на свою цену. Нет, 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 нет. Покрасили счет, приносит нам счет. Все было довольно вкусно, очень такие добротные порции. Мы смотрим, ну, за пиццу столько-то, за спагетти столько-то, капельку, 10,50 лет. Чего? Мы сначала пришли на эти палочки. Я уже стала ребятам говорить, мол, последнее, что есть, не открывайте, хоть вернем. Потом приходит нам акцент. Мы начинаем выяснять, что такое капельку. Он нам, не понимаем, не кукареку ответить адекватно не может, не сервис. Нет. Чаевые. Нет. Сидения. Нет. Что? Непонятно. А потом, когда подошли к автобусу, спросили у Светлана Алексеевна, в чем дело, почему-то не взяли какие-то деньги, и мы поняли, не знаем, до что. Оказывается. Если ты проходишь в середине, неважно, кафе, там, ресторанчик, забегаловка пухает, то если ты присадишь в задницу на место, ты хочешь сверху, либо 50. Даже если ты будешь учить стоя вилкой и ножом, вот, вот это вот, прикрепляйте, да, то все равно, в 20-60, 50. Если ты пришел, допустим, и сел на банную стоящую, а не за общий стол в общем зале, ты оплодишь евро 20. А если ты не даже еще попросишься с собой, ты возьмешь упаковку евро 20. В общем, дурдом получился. Друзья, друзья, а вот теперь мы сейчас просто негодуем. У нас третье видео уже за этим столом. Теперь внимательно. Сначала мы ждали спагетти, потом мы их получили, и получили достаточно, ну, задорого, скажем так. А теперь третье, внимательно. Вот, вы видите, вот этот вот чек, 58 евро указано, указано Каперта, РУП 50, короче, 10,5 евро, 10,5 евро мы взяли, точнее, нам включили в счет чисто за то, что мы просто взяли посидеть. Такие вот дела. Через час примерно отъезжаем. из 300. Вот колесо обозрения, все тот же город, все те же милые люди. Вот. Как только мы пресекли границу Италии, погодка стала на нашу сторону. Было очень жарко, классно. Естественно, дамочки решили приодеться в полуратюшке. Вот. А вообще перед этим, как только мы ехали в гостиницу по Отеантике, не могли найти гостиницу, мы удали три круга просто. Оказалось, что она вообще в другой стороне. Ну вот. Приехали мы, разобрали вещи, помылись, оделись, накрасились, поехали в сам город, по Отеантике. Видимо, у них так заведено, что они редко видят девочек в платьишках. А нас было почти, да, мы почти все в платье. Вот. И куда бы мы ни шли, неважно, что бы мы ни делали, я в жизни не видела столько сигналов, столько улыбок, столько свистков, что ты чувствуешься даже как-то некомфортно. Ну, с другой стороны, как завезда такая, все на тебя обращают внимание, с другой стороны, ебать много, сколько можно. Вот кто бы не ехал, все двигают, только бабы не ехали. Я хочу, не знаю, внимательно. После просто феерического стояния вдоль трассы мы приобрели билет за евро 50, и теперь едем вот в автобусе большой веселой компании, короче. Не быть так наивно. Я пытаюсь снять жюльет, но наш текущий цвет. Жюльет. Пусть он тебя уже снимет, и все. Сейчас мы находимся на одной из улиц маленького города Остия. Вот. Мы снова в магазинах. Я не знаю, неужели шмотки в России чем-то сильно отличаются от шмоток в Европе, лично я не заметил. Вот. Но будем стоять еще, наверное, минут 20, и потом, надеюсь, пойдем куда-то гулять. После нашего заселения мы пошли гулять по городу, погуляли немножко в центре, встретили огромное количество жителей Турции, которые имели там свои магазины и всякие забегаловки. Конечно, Леша с нами было очень тяжело, он с нами не терпелся в течение всей поездки, но все-таки он должен быть доволен, что находился в таком прекрасном обществе. В джентском обществе, да. Адриатическое море. Красотинь-то какая, а? Камни, пляж. И все это недалеко от города Остика. Едем домой. Да, у нас был сегодня замечательный день. Нас любит вся Ости, мы не ожидали, что мы будем звездами. Это супер. Супер. Мы очень сильно выбивались, но мы сделали это, и мы едем домой. Про чехол расскажите. Ребята, даже здесь мы умудрились бить цену на чехлы. Отлично. Тёма, ты же меня слушаешь, да? Ну так вот, время вообще было очень классно, очень, я не знаю, как люди живут в такой красоте, а там действительно вот так вот руины и дома живут. Блин, ну вот как повезло этим людям, то, что они там живут. Вообще такая архитектура, столько всего интересного. Мне вот запомнилось больше всего это пантеон, колизей, естественно, кто. Колизей-то не знает. Концентральный тревиз. Вообще. Вода голубая, здорова... Мне понравилось, потому что все очень больших масштабов, просто дуровенное. День 6. Мы в Роме. Это колизей. С леса. И это наш группа. Мы идем на... что-то. Что ты можешь сказать? About metro, about... Инсак, да? Да, швейген или гайген. Швейген, гайген. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Это просто амазинг. А мы продолжаем путешествовать по Риму. И это самый главный фонтан города. Посмотрите, какая красота. фонтан. В фотографию все не вмещается, поэтому я решил снять это видео. Это просто нечто. И посмотрите, сколько людей посещает этот фонтан. И это еще малая-малая часть. Потому что сегодня будет не день. Выходные будет людей больше. Как вам Рим? А почему такая сдержанная реакция? Мы счастливы. Ну, очень счастливы. Нина. Правда, ходите как-то? Замечательно. Круто, круто, божественно. Боже, я не знаю, какой хороший кул. Ощущения просто непередаваемые. Мой репортаж Пантеон Рим. Вот такую вот красоту построили в глубокой древности. Извините. Извините. Такое красивое место. Такое красивое. Замор Святого Петра. Одна из главных приключательностей города. Огромные-огромные колонны и толпы народу. Красота. Устали? Да. Сильно? Нет. Вот. Хорошо. Хороший настроек. Вообще, как только мы заехали в Италию, нас сразу начали предупреждать практически все и местные жители, и преподаватели, что Италия такая страна немножко криминальная и поэтому даже когда мы ехали в электричке, нас мужчина предупредил, как надо вести себя в поездах и в прочих таких транспортах. И мы, короче, все время ездили как пингвины, что в метро, что еще где-то. Мы вот так вот слонились друг к другу, все сумки были перед нами и мы еще вот так вот по городу ходили, озирались. Я помню, когда я пошел один, девчонки отправились в магазин, а я решил доходить хотя бы часть еще от Рима. И когда я, значит, ходил по Риму, я, в принципе, где все время озирался. Кто бы меня где-нибудь не обманул, никто не обокрал. And this is it. Yatso de Republica. Вот уже пошел второй час, как я путешествую один. Я буквально за час оббежал пол Рима. Давайте посмотрим. Так. Я побывал здесь и вот здесь еще побывал вот тут здесь и сейчас я нахожусь здесь, прямо здесь, недалеко от станции метро в Цермине. Собственно, что вам хочу сказать. Рим красивый город, но со своими маленькими заморочками, особенно с дикими пешеходными переходами, которые порой невозможно предугадать. А еще я зашел в Макдональдс и купил среднюю колу за 250 евро. Это примерно 125 рублей, товарищи. Это уже совсем обдираловка. Ну, а пейзаж действительно красивый и завораживающий. В принципе, шестой день удался. в общем и целом палеточка была очень даже классная. Но некоторые страны встречали нас не очень многодушно. Постоянно почему-то куда бы мы не приехали 1 мая, 2 мая, не важно 3-й, 4-й, 5 мая все закрыто. У них какие-то праздники, они там веселятся, никуда не попадешь. И за... Значит, пришли. Заходим в ворота, смотрим действительно башню, фанет, боже, как круто. Везде газончик, народ отдыхает. А нам дали на этот город 9 часов. Не знаю зачем. Посмотрели, мы, значит, уписан буквально за полтора часа. Ну что, ну, смотри, башенка, магазинчики, улочки, больше ничего особенного нет. Чем заняться еще 7,5 часов? А вот непонятно. Ну, решили мы ехать в Луку. Нам советовали срезать в Луку, посмотреть там какие-то достопримечательности очень красивые. Приходим мы на вокзал и опять же в ответ получаем все поезда от Нью-Й, да, потому что я не знаю, что там случилось. В общем, на нас места не хватило. Day 7. Сейчас мы выезжаем из отеля Остиа Антика и направляемся в Пизу. Раннее утро 7 часов по местному времени по Москве 9 и мы вот сейчас выезжаем вот в таким вот сухпайком. Там пара булочек и бутылка воды. Ну, будем надеяться, что с голоду не помрем. даже за 3 часа выспались и будем вести, видимо, следующий репортаж с места событий в Пизе. Добрый день. И сейчас мы находимся в Пизе. Я так понял, мы идем к той самой очень известной башне, с которой Галилео бросал всякие темы. Кого? Да. Лука SS12. Я понятия не имею, что это значит. Сырье. Вот это стрит-арт. Парам-парам. Парам. Ну, кто бы сомневался, блин. И вот мы находимся на том самом месте, где вы видите такую красоту, и в конце, что в конце, Пизанская башня. Не поверите. Мы внутри храма рядом с Пизанской башней и пейзаж просто неимоверный. Просто. просто. Седьмой день просто удался. Мы буквально полтора часа погуляли рядом с Писанской башней и все остальные семь с половиной часов мы гуляем по магазинам. Потому что по-моему в Пизе больше делать нечего. Мы сегодня сейчас зашли в магазинчик а-ля все по 38. Вот видите. Все по 99 центов. Это типа дешево. там все очень мило. Вот. Можете видеть, что сувенирчики разные всякие. Вот. И люди, которые пытаются хоть как-то оправдать свои деньги. Нет. Вот такое 39 центов в России. Вот. У нас 39, а у них 60. Понимаете? Такие дела. нас только шо приняли за Молдаван. Вы представляете? Не знаю. Я не знаю, чем мы выделяемся, но вот так как-то получилось. Нин. Нин. Ты разузнала, как у них с забегаловками тут? Ты же заходила в эти индийские темы. Ну, конечно. Кебаб это мясо. Мясо. Ё-моё. Вот это колбасища просто, ребят. А это что, это мясо или это что это? А, это сладкость какая-то. Это какие-то сладости, да. Сладкость не хочу. Сладкость. 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 Нин, по-моему, у них есть кефир. У меня еще сладкость целых кайфа дождаю. Гидали мы по Пизе, а там очень много африканцев, которые, ну, естественно, тоже нужно как-то зарабатывать. Они ходят, значит, такими коробочками. На этих коробочках там кошельки разные, часы. Вот. И, значит, идет наш Леша. Идет, так разваливает. Смотрит африканец. Он к ним подходит и начинает внутри часа. Если ты обратил на африканца внимание, то, значит, все. Он на тебя насядет так, что нужно купить. Вот. Значит, Леша стоит, выбирает, выбирает. Первая цена была 37 евро, да? 37. Значит, подхожу я, говорю, Леша, зачем тебе этот вот романик феррари, т.д. и т.п.? Ну, что такое будет? Пойдешь, магазин, ты будешь нормальный. Минь, да подожди, ты строги меня, смотри, смотри. Он, по-моему, с самого африканца это рассматривал, в чем часы. В конечном итоге мы неудили сбить цену с 37 до 8 евро. Леша уже был готов купить, но я, честно, чуть ли не залпо его оттягивала, выберешь, так бросить, значит, деньги девать некуда. Правда, смешно было. А пока нечего расстроился, но курешь сохранились 8 лет. Спасибо им. Мы в упор подобрались к Пизанской башне. Уже вечер, часов 6. Вот, до 15.07. Люди до сих пор позируют. Все пытаются держать башню, как вы видите. Мы уже такую фотку сделали. Даша, у тебя есть фотка, где ты держишь башню? Их штук 5. Штук 5, отлично. Следуем тренду. Вот, человек тоже держит. Вот, позирует. Сейчас идем сидеть на газончике. На мокром газончике. Вон, там все поливается. Нас, видимо, просят уйти. Ай! А у вас есть фотка, где вы держите башню? Есть, куча. Есть, отлично. Следуем тренду. Я тоже считаю, что... был такой день, когда мы, значит, ночью переезжали из Италии в Германию, и получилось так, что мы, когда приехали и остановились на парковке сходить в туалет, я сначала долго думал, что же это за страна? То ли мы в Италии, то ли мы в Германии. Как бы в Европе не всегда понимаешь, где ты именно находишься. Тем более, запросы везде одинаковые. И когда я зашел, значит, в туалет, стою и читаю там по усомненным взглядам только табличку «Что-то там, не что-то». Я такой «Ааа, все понятно, в какую мы страну приехали». Но на самом деле еще был такой большой контраст. В Италии нет такого количества других источников энергии, таких как солнечные батареи и ветряные мельницы, ветряные батареи. День восьмой. Там сколько? Семь или восемь часов утра, я так и не понял. мы уехали на территорию Германии. Туалет, увы, тоже оказался платным. У меня даже руки трясутся. Уже сколько можно. Вот этот автобус нас привез. Сейчас, надеюсь, будет кипяток и будем завтракать. Не прощаюсь. Германия нас в принципе сразу радужно встретила, потому что когда мы пришли в Энгольдштадт и начали смотреть, куда можно нас ходить, у нас сразу на карте выяснилось как бы два места. Первое, это был музей анатомии, и второе, это был музей искусства. Ну, вкратце расскажу, музей анатомии нам не разрешили снимать, собственно, что там было интересного. Там были всякие страшные скальпели, как людям делали протезы в средневековье, там вот это вот все, но завораживало, то есть ты как бы проникаешься тем, что было в те времена. А что касается искусства, вот честно, я как человек, в принципе, старающийся развиваться именно в этом направлении, занимаюсь музыкой и там вот всеми пытаюсь фильмы смотреть какие-то там. И когда я попал в этот музей, я не знал просто, что делать, потому что там была жесть. Какие-то квадратики, какие-то фотографии, какие-то просто, не знаю, рвущие голову сюжеты, я даже не понимал, что это значит. «Музыка» 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 «Я же боялся, когда сказали, ребята, мы вызвали, такое ощущение, я думаю, про полицию речи». «Дорогие товарищи, пойдемте». «Искусство» «И это искусство» «И вот это искусство» «Музыка» «Подождите меня, стойте, стойте». «Куда едем? Круглая площадь». «Эммм... Ирой?» «Да что же это такое-то, а?» «Ну, милая, это искусство». «Ты уверен?» «Похоже, как будто в кого-то шмальнули соль, и он упал в ведро с горчицей». «Потише, парень, тише». «Это же культура». «Мы продолжаем. Мы в музее искусства». «Вот так вот, вот так вот». типа мы реально все прониклись искусством да много искусства слишком много искусства обалдеть вот это круто вообще вот это круто это просто непередаваемое ощущение я весь в искусстве ездим мы в автобусе и нам объявляют что через 20 минут мы приедем в гостиницу ну гостинице это конечно особо не назовешь мотельчик такой придорожье подъехали к этому мотелю остановились забрали вещи поднимаются мало того что лифта нет все номера на третьем этаже чемодан извините меня уже забиты всякими покупками с нутеллой и пенома т.д. и п. килограмм по двадцать это ладно заходим мы на третий этаж а нам дали значит такие бумажечки на этих бумажечках восьмизначный номер по моему даже с буквами значит по этому номеру когда придешь тогда дверь откроется в общем стояли мы пикали пикали мыкали мыкали не открывается в общем заходишь сразу дверь душ тут же дверь рядом в туалет чуть дальше кровать на дне еще одна кровать и умывальничек там где-то в углу сзади кровати проходом ноль чемоданы один на один просто ну и здесь мы все приехали целый день фоткались нужно заряжать свою аппаратуру эти телефоны и гаджеты и т.д. и т.п. как стали врубать все брозетки как вырубил свет и приехали в одном номере нет света умываешься в темноте складываешься в темноте единственное что нас пошло в коридорчике было тут розеточек возле дверей выезжаем из гостиницы в германии вот такие вот скромные апартаменты вот уже остается очень очень мало времени и 329 с этой гостиницей связано вообще многие воспоминания вчера мы приехали 12 часов и не было света все мылись в темноте вот а так в принципе спать получше чем в автобусе это день 9 с праздником такая вот мини очередь мужской туалет три человека и вот такая вот толпа в женский туалет ну же близки берлину порядка часа нам осталось 9 мая русские снова берлине мы находимся близ александр плац идем сначала туда затем на унтер линден вот видите красивые трамвайки мы высадились на в германии в берлине на александр плац и решили сначала следовать за общей группой но когда мы как бы уже шли шли долго и времени у нас берлине было очень мало поэтому мы решили что будем делать себе экскурсию сами а тут подходим стоят такой ряд автобусов различных двухэтажных круто хотя бы и в лондоне на даблдекере ну берлине карелинс суть не меняется в общем человек подходит прошить у студента да ну ради вас я сделал скидку будет не 20 евро а в 8 мы такие мужик погоди делаем так вот здесь ты видишь насчет 7 человек либо каждый едет за 10 евро либо ты едешь один по фангу ну что ему стало сделать он согласился правил нам по десятку мы вот так вот кестили смотрели и рейхстаг посмотрели и посмотрели бурденбургские ворота на которых кстати вышли еще походка церковь ну в целом у берлин центральную часть так точно объездили и создалось очень хорошее впечатление об этом городе потому что никаких таких моментов замечен не было сейчас на александр плац мы сели на автобус который будет возить нас по самым большим достопримечательностям мы на втором этаже даблдекер вверх увы не открывается но у нас зато есть большие окна а скоро мы все увидим прямой репортаж Сунтердерлинден мы сейчас едем на том же автобусе только что проехали гумбольт университет и едем по центру берлина все пытаются рассмотреть с разных ракурсов этот прекрасный город мы проезжаем мимо Броденбургских ворот вот вы можете их видеть сейчас мы едем на настоящем даблдекере вот вы можете видеть у нас абсолютно открытая крыша вот сидят девчонки вот сидят девчонки здесь тоже и сейчас мы наконец летели в тот автобус где четко говорят на немецком и на английском и мы хотя бы понимаем о чем идет речь на лице 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 в самом деле Вот он, Рейхстаг, ребята. Сейчас только деревья уберутся, вот он. Все там девчонки в полке. Рейхстаг, ребята, это потрясающе, а вон Рейхстаг. Мы с вами проезжаем мимо резиденции немецкого президента. С патрулями, все как положено. Хоть это и даблдека, но крыша у него предусмотрена, потому что немцы делают все для людей. Вот. Крыша, а там большой и большой дождь, но это не мешает нам продолжать нашу экскурсию по Берлину. Вот. Вот. Собственно, как ваши ощущения? Мы сели на 15-й, да. Мы сели на 15-й. А это каково? Мы сели на Брандербурге. Они боятся, что мы пройдем нашу остановку, но я считаю, что все будет нормально. У нас только что закончилась экскурсия двухчасовая на автобусе, и мы сейчас пытаемся подняться вот на эту вот телевизионную вышку. Вот. Все немного сонные, потому что в автобусе было мало кислорода. Вот. Сейчас продолжаем свой путь по Берлину. А сейчас мы попали под борт в центре Берлина. Зонтов хватает, но они как-то особо не спасают. Давай, шевели, ладно. Бежим. Вот этот светофор, он просто шикарный. Вот. Сейчас направляемся вот в это вот красное непромещательное, как сказали, здание. Тихо. Спокойно. Ай-яй-яй, ну что ж вы все такие злые? Там. Все там. Алекса называется торговый центр. Ну что, дочка, я не виноват. Музыка, по сути, нас приветствовала практически везде. Будь то это Польша, или Словакия, или Германия, или Талия. Мы в каждой стране встречали музыку. Музыка. 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 КОНЕЦ 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Это где-то в Польше Бар-стоп-кафе Сейчас, как видите, 20.48 По местному времени В Москве уже все спят 17 градусов, можно прошло, да Вот А тем временем мы ищем Малышу А, вот мы ее нашли И что? А меня это не останавливает? Ну? Большие Ё-моё Трусы-боксеры Рубашки Рубашка Майка без рукавов Иди уже размеры Вот это да А сейчас мы, короче, зашли на территорию Польского зоопарка А тут он включает просто Эфиричными звуками Смотрите, это Слушай, как в фильме ужасов Просто нужно снять Ух, какие серьезные, а Надо снять По-любому Так-так-так-так-так Воу-воу-воу Он бычет, не надо к нему подходить Идем дальше Я чувствую, что я в зоопарке Я прям чувствую, что я в зоопарке Ой, как пахнет Поляки нигде не попадут Они просто, чтобы был похожий на слона Они сразу запах добавили похожий Освежитель воздуха Освежитель воздуха слон А вот тут, наверное, поросяк Давайте смотреть поросяк Откуда эти звуки доносятся? Я вообще не рву Вот он Вон он Вот я жалко его не сниму Правда, он Давайте вызовем Вот он Он слишком далеко Но я попытаюсь вам его показать Он слишком ленивый Оооо Это же ламы Ламы Нет, это не ламы Бараны Бараны Слушай, они на меня как-то смотрят страшно Чувак, привет Ты по-русски разговариваешь? Чё за тебя скажешь? Только по-польски Только по-польски? Английский всё сказал А тем временем в Польше Мы заняты поимкой кроликов Стой! Парень! Стой! Там же проезжая часть Нельзя! Парень! Ооо, лошади Парень, вернись Ай Кто ещё есть? Хыть Какие няшки Слушай, нет Нет на вас ватанской Серьёзно Никакая Хочу потискать Классно Смотрите, этому кто-то вон носик Раздолбал Вот Вот А можно ещё? Можно ещё? Нет, это страшно Только за злоты Ладно, пойдём Они голодные, наверное А тут верблюд Которому, по-моему, мне сказали Лучше не подходить Он русских не любит Вот Возможно, вы его не видите Уже темно Девятый день завершается Девятый день завершается Все злоты у меня в машине Точнее в автобусе А он закрыт И я без злотых в чужой стране Беда Я больше не знаю, о том, что рассказывать Лёш Включаем телевизор Девятый день завершается Все, я буду ждать Вот это видео запрещено для просмотра Конечно Алексей, это означает я же Тём, не ходи Пожалуйста, не ходи Ну что вообще? Что это за ним закончилось? Нет Я ещё снимаю До сих пор Это я сейчас всё вырежу Спокойно То есть видео идёт Нормально, нормально Давай, давай Поехали Я тебя поздравляю Вообще-то видео пошло Да и нормально А, да, конечно, да Да, да, да Все магазины Все Я пока нормально говорю, да? Хорошо Нормально, нормально Снимай А мы с... Я говорю, иди Лёшке, иди Лёшке, иди, Лёшке Да ладно Я говорю, иди Вот мы хотим снимать И что нам нужно было дать побольше Время Часов 12 Ну да Мы же всё-таки девочки А нам всё, что-нибудь Типсер На понемецке ты забыл? Да Молодец А так, кстати, уже практически Всё рассказано По сути, тут осталось Понятно Так что, ты продолжаешь Линовая? Да, продолжаем Заканчиваем Ага Ты сам обречки, да? Да Нет, мы оставим твои балетки Ура! Героевочка с ним Давай, Ватчика Блин ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Редактор субтитров А.Семкин